Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Математика 5 класс. Автор Мерзляк. Задание 171. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычисления. Пример 1. В этом примере указано, что нужно сложить первое слагаемое со вторым, а потом к сумме первого и второго слагаемого добавить третье слагаемое. Но мы можем воспользоваться переместительным и сочетательным законом сложения и выполнить вычисления гораздо более удобным способом. Но в скобочках мы можем поменять местами слагаемые и записать так. 37 плюс 42 плюс 58. А теперь воспользоваться вторым правилом или сочетательным законом. Для того, чтобы к сумме двух слагаемых добавить третье слагаемое, можно к первому слагаемому добавить сумму второго и третьего слагаемого. Вот таким образом. Почему мы сделали именно так? Потому что 42 и 58 сложить легче. Ну вот давайте посмотрим, что дальше будет получаться. 42 и 58 теперь складываем. Значит, 38 плюс... И вот найдем сумму. 2 и 8 – это 10. 10 единиц – это 1 десяток. Теперь 4 десятка и 5 десятка. Это 9 десятков. И 1 десятка. Это 10 десятков. 10 десятков – это 100. 37 плюс 100. Это будет 137. То есть таким образом мы выполнили вычисление устно. Второе. Здесь у нас к одному слагаемому нужно добавить второе слагаемое. А второе слагаемое – это сумма двух других слагаемых. Слагаемое мы можем поменять местами. То есть 98 плюс 71. Начали записать скобку, а затем к ней добавить 29. Это мы использовали переместительные свойства сложения. Теперь мы пользуемся сочетательным свойством сложения. Для того, чтобы к сумме двух слагаемых добавить третье, можно к первому слагаемому добавить сумму второго и третьего. Почему мы сделали именно так? Потому что 71 плюс 29 – сложение это выполнить легче, и дальнейшее вычисление будет выполнить проще. Итак, найдем сумму чисел 71 и 29. 1 и 9 – это 10. 10 единиц – это 1 десяток. 7 десятков и 2 десятка – это 9 десятков и 1 десяток. 10 десятков. 10 десятков – это 100. Вот теперь 98 плюс 100. Такое действие нужно выполнить устно. Сумма будет равна 198. Третье. Здесь удобнее в начале выполнить сложение вот этих двух слагаемых, потому что оба они заканчиваются на пятерку, а 5 и 5 – это 10. Тогда так поступим мы. Поменяем местами. Поменяем местами. Слагаем мы в скобках. 818 плюс 215 плюс 785. Теперь для того, чтобы к сумме двух слагаемых добавить третий, достаточно, или можно к первому слагаемому добавить сумму второго слагаемого и третьего слагаемого. Значит, это будет равно 818 плюс… Теперь найдем сумму, слагаемых в скобках. 15 и 85. Это будет 100. 100 – это 1 сотня. 2 сотни и 7 сотен – это 9 сотен. И 1 сотня – это 10 сотен. 10 сотен – это 1000. 818 плюс 1000 – это будет 1818. Четвертое. Здесь тоже удобнее воспользоваться вначале переместительным свойством и поменять местами слагаемые. слагаемые в виде суммы, вот этой суммы, поставить на первое место и к нему добавить 634. Теперь мы воспользуемся сочетательным законом и запишем, что это будет равно 458 плюс… Сумма 166 плюс 634. Это будет равно 458 плюс… Теперь давайте выполним сложение в скобках. 66 и 34. В сумме это будет 100. 1 сотня. 1 сотня плюс 6 сотен – 7 сотен. И еще 1 сотня – 8 сотен. 8 сотен – это 800. Теперь выполним сложение. Так, количество единиц 8 и 0 – это 8. 5 единиц и 0 единиц – это в разряде десятков. Это 5 десятков. И 4 сотни и 8 сотен – это 12 сотен. 1 258. Пятое. Здесь у нас 4 слагаемых. Тогда мы их сгруппируем вот так. 183 и 317 вначале мы сложим. Потом добавим к этой сумме сумму вот этого слагаемого и вот этого слагаемого. То есть 732 в скобочках плюс 268. Так, что же у нас получается? 83 и 17 – это 100. Стоит 1 сотня. 1 сотня плюс 3 сотни. 4 сотни и еще 1 сотня. 5 сотен. 5 сотен – это 500. Плюс. Теперь в этих скобках. 32 и 68 – это 100. 1 сотня. 7 сотен и 2 сотни. 9 сотен и 1 сотня. 10 сотен. 10 сотен – это 1000. 500 плюс 1000 – это 1500. Шестое. Здесь мы тоже сгруппируем первое слагаемое с последним, с четвертым вначале сложим. Потом к этой сумме добавим сумму второго и третьего. 584 плюс 416. Складываем 339 плюс 661. 39 плюс 61 – это 100. 1 сотня. 3 плюс 6 – 9. 9 сотен. И 1 сотня – 10 сотен. 10 сотен – это 1000. Во второй скобке 84 и 16 – это 100. 1 сотня. 5 и 4 – это 9 сотен. И 1 сотня – это 10 сотен. 1000. 1000 плюс 1000 – 2000. Седьмое. Здесь у нас всего 4 слагаемых. К сумме первых двух слагаемых нужно добавить сумму третьего и четвертого слагаемых. Но, учитывая переместительное сочетание свойств сложения, мы можем перекруппировать эти слагаемые так, чтобы вначале выполнить сложение вот этого слагаемого 15 083, к нему добавить 4917, а потом к сумме этих слагаемых добавить сумму оставшихся слагаемых 15458 плюс 6542. Теперь давайте посмотрим, что у нас получится. Выполняем действие в первой скобке. Вот здесь 83 и 17 – это 100. 101 сотня. Теперь 0 сотен и 9 сотен – это 9 сотен плюс 1 сотня – это 10 сотен. 10 сотен – это 1000. Теперь 15000 плюс 4000 – это 19000. И еще одна тысяча – это 20000. 20 000. Теперь найдем сумму во второй скобке. 58 и 42 – это 100. Одна сотня. Четыре сотни и пять сотен – это 9 сотен. И еще одна сотня. Это 10 сотен. 10 сотен – это 1000. Одна тысяча плюс 6000 – это 7000. И еще одна тысяча. 8000. 20 000 плюс 8000 – это 28000. Восьмое. Здесь тоже удобнее будет перегруппировать все четыре слагаемых. Но удобнее будет к 1654 добавить 7346. И к сумме этих двух слагаемых добавить сумму оставшихся слагаемых. Это 18135 плюс 11865. Так, выполним сложение в первые скобки. 54 и 46 в сумме 100. Одна сотня. Шесть сотен и три сотни. Девять сотен и одна сотня. Десять сотен. Десять сотен – это 1000. Одна тысяча плюс 7000 – это 8000. И еще одна тысяча – это 9000. Найдем сумму во второй скобке. 35 и 65 – 100, одна сотня. Одна сотня плюс восемь сотен – 9 сотен. И одна сотня – 10 сотен. Десять сотен – 1000. 18000 плюс 11000 – это получается 29000. 29 и 1000 – это 30000. 9000 плюс 30000 – это 39000. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. «Нов 공 گ уτέ quite key. Продолжение следует...